Помимо наблюдателей от миссии ОБСЕ и стран СНГ следить за предстоящими внеочередными выборами депутатов Мажелиса и Маслихатов, приглашены еще представители Совета Европы, Европейского парламента, Шанхайской организации сотрудничества, Ассамблеи тюркоязычных стран, а также избирательных органов 19 иностранных государств. На сегодняшний день уже аккредитовано 287 международных наблюдателей и зарубежных репортеров, которые представляют 45 стран. Международное наблюдение за выборами получило широкое признание во всем мире и играет важную роль в обеспечении точной и непредвзятой оценки характера избирательных процессов. Оно является проявлением интереса международного сообщества к обеспечению проведения демократических выборов, как компонента развития демократии, включая уважение прав человека и верховенство права. Международные наблюдатели и аккредитованные иностранные журналисты могут присутствовать на всех стадиях избирательного процесса. Они останутся и на выборах депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, которые пройдут на следующий день после основных выборов 21 марта. Сегодня ЦИК как раз зарегистрировала 9 кандидатов в Нижнюю палату парламента от АНК. В их числе глава республиканской газеты «Егемен Казахстан» Саудбек Абдрахманов, вице-министр МВД Владимир Башко и бывшие мажоресмены Ахмед Мурадов, Роман Ким и Юрий Тимощенко. Перед вами группа кандидатов в депутаты 6-го созыва мажорес парламента от Ассамблеи народа Казахстана. В соответствии с Конституцией, в соответствии с законом в выборах, в соответствии с законом в Ассамблеи мы прошли все процедурные этапы выборной кампании и только что получили удостоверение кандидатов в депутаты 6-го созыва мажорес парламента. Также Центризбирком установила размеры расходов кандидатов на агитационную работу, которая финансируется из средств республиканского бюджета. Согласно принятому Центризбиркому постановлению, на выступление с предвыборной программы по телевидению каждому кандидату будет выделено 139 тысяч тенге, в радиоэфире в полтора раза меньше, на публикацию статей в печатных изданиях 178 тысяч тенге. На аренду помещений для встреч с избирателями выделяется 33 тысячи, в два раза больше на издание печатных агитационных материалов, а на транспортные расходы 132 тысячи тенге.